здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня взяла я вас в дикую природу скажу вот что я хочу вам показать я хочу сейчас накопать корни окопника растение это я вам показывала сейчас покажу еще раз запомните это растение это растение уникальное мы продолжаем вот перед вами снова растение окопника вот так оно светет колокольчиками вот там еще одно и вот тут сзади меня еще одно растение окопника сейчас я возьму лопатку мою саперную вот мой конь стоит и буду копать я собрала немножко цвет окопника и сейчас я добавлю в свою растирку вреда от этого не будет это точно я принесла маночку так цветочки надо утопить добавляем туда цветы окопника так ну вот как то так мураши тоже пошли на стойку потому что муравьиный спирт тоже помогает при проблемах с опорно-двигательным аппаратом вот как то так сейчас я еще немножко придавлю чтоб не поднимались цветы над алкоголем и уберу опять в темное место настаиваться сейчас я хочу вам показать как я готовлю мазь из корня окопника вот он так выглядит его нужно измельчить его можно потереть на терке или порезать просто порезать вот такие тоненькие тоненькие очень тоненькими кусочками копеечками такими вот я сейчас вас мочить не буду я у меня здесь я взвешивала я здесь 250 грамм окопника больше мне не надо потому что мать у меня есть мне только нужно показать как правильно ее подготовить я сейчас прервусь а потом когда перережу я покажу вам что из этого получится ну вот я перерезал свой корень остался последний решу нож я взяла керамический чтобы соприкосновение корня с металлом режу как можно мельче можно потереть на терке но я человек ленивый поэтому мы потом эту терку отмывать вот посмотрите как влипает видно вам или нет не знаю как облипает нож от корня окопника корень окопника очень очень слизистый и клейки вот вы можете видеть на моем пальце остается вот такая клейкая масса гликозиты рецепт как правильно приготовить корень окопника я вам оставлю под своим видео ну вот 250 грамм корня окопника мне нужно 200 грамм жира жир берется свиной внутренний у меня внутреннего жира нет здесь в германии внутренний жир можно купить только зимой поэтому я взяла простой свиной жир обыкновенный топленый смолец вот здесь 250 грамм в этом куске сейчас я не 50 грамм или 200 грамм сейчас я поставлю эту керамическую оба результата будут действительны ставим 3 грамма лишних отрезаем 200 грамм ровно 200 грамм и эти 200 грамм я ложу сюда в корень окопника сейчас я поставлю эту керамическую посудину в духовку и буду нагревать духовку до 100 градусов нельзя чтобы жир закипел нельзя чтобы окопник закипел он будет у меня томиться три часа время от времени я буду его перемешивать потом я вам покажу что из этого получится ну вот дорогие мои друзья наша мазь из окопника на основе свиного жира протомилась в холодильнике в течение трех часов вот такой столокопник мягкий или не мягкий мягкий вот и сейчас я добавила туда кусочек натурального пчелиного воска вот он у меня и жду когда у меня здесь растворится помогая ему раствориться вот для чего я добавила воск ну вы все знаете воск чилиный это очень полезно это очень полезно для кожи сохраняет кожу молодость поэтому я считаю что когда вы будете пользоваться окопником то вы еще и поможете своей коже это совсем неплохо также хорошо это и для суставов потому что это и смазка вот такие дела сейчас я остужу немножко окопник и потом его сейчас растворится воск я его процежу конечно вот процежу я его через душлаг потом я окопник нарезан довольно крупно и можно его просто дать ему стечь а потом я его разолью вот такие пакетики у меня для утопили пакетики теперь у них не будут болеть суставы вот эти пакетики применяются для того чтобы сами изготавливать ледяные кубики или лёд для пищевой лёд можно сказать здесь есть вот такая вороночка вот такая не вижу сама и в неё я залью свой жир или свою мазь окопника на основе жира и потом я это уберу на хранение в морозилку в холодильнике мазь окопника хранится но со временем приобретает черный цвет я думаю что там развивается плесневый грибок поэтому с тех пор как я это увидела в банке хранить нельзя в холодильнике нужно замораживать а чтобы было удобно пользоваться я вот придумала это вам еще один лайфайк лайфайк не знаю слово иностранное это вам еще один мой совет бесплатный мое изобретение ну давай воск быстрее растворяйся что я хочу вам рассказать про эту мазь окопника она действительно творит чудеса есть у меня подруга которой я в течение нескольких лет пыталась протолкнуть сам настоящим наглым образом эту мазь окопника она мучается суставами особенно голеностопными суставами вот и это самое и я пыталась ей эту мазь окопника дать для того чтобы помочь но она такой человек с ней ей трудно что-то впихнуть вот так можно сказать ну один раз я приготовила корень окопника вот так же на жиру налила я маленькую баночку принесла ее дома не было оставила на веранде вот в тот день как она мне потом рассказала в тот день она приехала была очень уставшая и думала на следующий день не сможет встать на ноги конечно же она сделала компрессы из этой мази на ночь а утром нормально встала на ноги с тех пор она готовит эту мазь сама она не знала где растет окопник я ей показала а теперь окопник растет у нее но при усаденном участке вот она им пользуется уже много лет ну вот сейчас вот чуть-чуть осталось тут с воском я добавила воск для того чтобы жир он легкоплаз плавкий свиной жир чтобы жир не так ну пачкал вокруг себя все не так обтекал он будет немножко поплотнее с воском а польза от этого его только усилится ну думаю достаточно я намешала тут это все так сейчас мы это процедим взяла все таки сито не дошлак так можно 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 взять можно убрать подставочку чтобы показать вам как это все выглядит и можно сливать так ну почти отсылила половина ушла назад придется сейчас вылавливать так опа горячевато немножко вот эти вот кусочки окопника их можно сейчас перепилировать блендером и использовать как аппликации на больные места сейчас мы это с вами сделаем так ну вот я перепилировала остатки окопника и посмотреть как он себя ведет вот я сделаю такие шарики я их замораживаю а потом достаю даю оттаять и раскатываю скалкой на такие блинчики на лепешечки вот и эти лепешечки ложу как пластырь как аппликацию на больное место скажу что один раз у меня проблемы с седьмым шейным позвонком у меня там позвоночная грыжа и ну в общем болела и я вот так же раскатала остатки корня окопника от мази приложила это блинчик на ночь а на следующий день давайте мы их чуть-чуть приплющим чтоб потом легче было раскатывать а на следующий день мой муж не мог найти и где где у меня вдови горбик так называемый так удивлялся что рассосался мой вдови горбик ну если кто-то это не знает напишите в комментариях я думаю что все знают что такое вдови горбик так ну вот это одна заготовка из корня окопника а вот это вторая заготовка из корня окопника вот так я замела одного шарика достаточно чтобы втереть в больное место когда вам это понадобится ну вот как-то так ну вот дорогие мои подписчики дорогие гости моего канала я хочу сказать что я вам всегда всем очень рада а сейчас я вам покажу что у меня в результате получилось у меня получились вот такие вот котлетки фрикадельки как хотите назовите потом я беру одну я уже говорила раскатываю скалкой через фольгу и получается такая лепешечка которую я накладываю на больное колено на свой седьмой шейный позвонок на локоть на любой сустав кроме этого у меня получилось вот такая мазь окопника она тоже пойдет в морозилку потому что в холодильнике не хранится долго а из морозилки я потом один шарик достану растаю его намазываю как масло на хлеб я намазываю на салфетку на кухонное полотенце такое и этим полотенцем оборачивают тоже больные суставы суставы я не втираю руками мазь например в колено или еще куда-то можно втирать но все нужно время и терпение у меня его нет вот я хочу вам еще немножко рассказать о окопнике конечно я рассказывала о нем но сейчас я вам еще раз повторюсь так окопник относится к семейству бурачниковых он близкий родственник огуречной травы и медуницы он даже на них очень сильно похож цветет окопник цветок в форме колокольчика собраны в не в зонтик не в ну в такую лопатку я скажу такое соцветие цветов в соцветии довольно много вот что он ну какие свойства имеет окопник самое первое на первом месте он стоит по лечению переломов по заживлению или сращиванию костей вот он обезболивающий очень сильно обезболивающий и он убирает воспаление поэтому если у вас артриты артрозы подагра ревматизм то окопник вам поможет я в этом уверена и проверила это на опыте знание корня окопника или растения окопника мне пришло из газеты ЗОЖ который я выписываю очень много лет я зоживка если есть подписчики зоживцы всем большой привет что сказать еще окопник называют костолом я бы не сказала скорее всего костоправ жирный корень вистрова по-немецки он называется байнвель и иногда продается даже в Османе как лекарственное растение по крайней мере видела не один раз но покупать не буду потому что его достаточно в природе окопник заживляет раны нарывы улучшает состояние кожи применяются при колитах поносах злокачественных опухолях опухолях кишечных кровотечения окопник является тонизирующим и имеет тонизирующие свойства и лечит воспаление кровеносных сосудов очень важно тому у кого варикоз и воспаление кровеносных сосудов что еще вам рассказать корень окопника лучше всего копать в сентябре или рано весной когда сойдет снег в этом году я попыталась его найти рано весной бесполезно сколько мы не копали хотя я точно знала на каком месте надо копать мы корни не нашли а вот сейчас проверил свои места я увидела что он там есть окопник растет я не злоупотребляю потому что я не торгую своими народными средствами или средствами народной медицины я их раздаю так если я знаю что у кого-то есть проблема я делюсь с этими людьми ну вот как то так травы я знаю это приходит ко мне само у меня очень много справочников на работе меня зовут кройтер хекс если перевести досконально то это травяная ведьма но звучит это не так как по-русски это звучит больше с уважением это то что я знаю свойства трав знаю травы поэтому часто ко мне обращаются когда приходят покупатели приносят какую-то травку и не знают что это такое то девчонки все время тащат это ко мне и просят если даже меня нет в магазине то они оставляют чтобы я ну дала определение и потом уже они это дают дальше ну покупателям ну вот на этой хорошей ноте я с вами прощаюсь не пора на работу а вам всего хорошего и до новых волнующих встреч всем пока 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 не знаю не знаю не знаю это не знаю не знаю что это